Добрый день, шановные сябры! Меня зовут Александр Горный. Мы с вами протягиваем вандровки по уже летнему, а не знаменитому городу Гродно. В 1863 году швейцарский предприниматель Жан-Анри Дзюнан засновал известную организацию Червоного Крыжа, которая стала наибольшей известной доброчной медицинской организацией в мире. Сегодня несколько слов о доме, который был связан с историей Червоного Крыжа на территории Гродно. Будинок, который находится на улице Дзюнанского, 28, был побудован в 1914 году и сразу стал местным отделением Червоного Крыжа на территории Гродно-губернии Тогочасной Российской империи. Миновата в этом доме начали принимать первые войны, которые начались в 1914 году, и которые столкнулись с территорией Гродно-гродно уже в 1915 году. Я имею в виду Первую Су-Святную войну. Так как этот дом належал Червоному Крыжу, то миновата тут доглядали российских солдат, которые стали войны на фронте. Медицинские функции этот дом выполнил и надалее. В 1920-х годах тут была сформирована специальная поликлиника для хворых на сухоте. Сухоте в те часы было вельми тяжкое захворение, которое фактически не лечилось, и в миновата в этом доме наблюдали над теми, кто хворил на это захворение. Так само в этом доме в 20-30-е годы находилась так званая «каса хворых». Организация по медицинскому страхованию рабочих, яка выконывала вельми значные профсоюзные функции у межвоенной Польши. А вот уже после другой Су-Святной войны функции этого будинка были целком перепрофиливаны под потребу эдукационного процесса. В 1950-е годы тут начал размещаться Гродненский детский дом, а после – разная эдукационная установка. Например, Гродненская культа свет в училище, политехникум и другие установки. С историей этого будинка так само связаны лёс одного вельми вядомого деяча белорусской культуры – заслуженного культурного работника БССР, дирижора, музыканта, композитора Антона Валынчика, який стояв лёгий токов мастацька музычной эдукации Гродненского педагогического института, будучи Гродненского Державного университета имя Янки Купали. У гонора Антона Валынчика на этом будинке есть мемориальная шильда. На сегодняшний час у будинку по улице Держинская, 28, размещается факультет мастацтва и дизайну Гродненского Державного университета имя Янки Купали. Сам будинок находится уже у отечении разных сучасных новобудов и архитектурных вособлений. Але он, саправды, может рассказывать вельми цікавую историю як медицины, так и эдукацииных установ, які иснавали у нас в городе у 20-м ста годзе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok